Здравствуйте, друзья! Меня зовут Владимир Третьяков и я хотел бы с вами поделиться своим опытом организации путешествий, туров самостоятельно, то есть без турагентств, без туроператоров. Ну и показать на примере своего недавнего путешествия, как самому можно оформить путешествие, найти необходимые гостиницы, самолеты, перелеты и так далее. Ну, давайте на примере Танзании, я недавно был в этом году, я вам все буду показывать. Мы в Танзании были непосредственно в городе Занзибар, Таунстаун город, называется на острове Занзибар. Замечательный остров, отличные пляжи, отличный отдых. Ну, в первую очередь, что необходимо? В первую очередь, конечно, да, надо необходимо определиться вам с местом, куда вы собрались ехать. Ну, в данном случае у нас будет Занзибар, да? И изучить по возможности все, что на этом достопримечательности какие-то имеется, что-то можно посмотреть, описание, отзывы. В данном случае выбирайте в любом поисковике достопримечательность Занзибара, фото, описание, там отзывы надо найти. И он вам выдает там картинки, какие необходимые, отзывы там на разных сайтах и так далее. Смотрите, понравилось, продолжаете дальше, не понравилось, ищите какое-то другое место, другие варианты. Ну, мы будем считать, что нам понравилось. И мы начинаем с чего? Начинаем, конечно же, с билетов. Билеты нет, подождите секундочку. Билеты мы сейчас возьмем, но вначале надо определиться, есть ли на... или нужно ли в то место, куда вы летите, нужна ли виза или не нужна. Если виза нужна, то вам надо узнать, есть ли возможность получить эту визу в вашем городе, где вы живете, либо надо ехать в Москву, какие для этого нужны документы, сколько на это потребуется времени, естественно. Либо можно эту визу получить непосредственно в аэропорту той страны, куда вы летите. Ну, в данном случае в Занзибаре это возможно. Я тоже предпочитаю летать в такие страны, где виза как бы не нужна, но бывают моменты, что там Испания, там Европа, там Шанген требуется. Ну, просто надо закладывать на месяц больше запас себе давать за путешествие. Ну, определились мы, да, тогда переходим все-таки к билетам. Билеты можно найти на различных сайтов поисковиков именно билетов. Вот есть такие билетикс, есть авиасейл, там есть еще какие-то. Ну, я использую скайсканер, мне более удобен, к нему более просто привычен. Биваем, значит, Ростов-на-Дону, Занзибар. 10 декабря, 24 декабря, к примеру, назад, ну, две недели, да. Нажимаем нажать, он находит, и вот он у меня находит три варианта. Оптимальный, самый дешевый и самый быстрый показывает. Ну, у нас самый оптимальный и самый дешевый совпали. Он предлагает турками лететь через Стамбул, с Ростова. Вроде бы хороший, хороший вариант, но он 23 часа полет туда и 22 назад. Ну, в принципе, другие варианты тоже не лучше. Видите, они дают 25, 22, ну, там через Москву только. Предпочтительнее, конечно, тогда турками, почему? Потому что турецкие авиалинии, они представляют, если представляют отель тем пассажирам, у которых разрыв между рейсами, если их авиакомпанией выполняешь полет, конечно, больше 8 часов там. Если меньше, по-моему, 8, там от 6 или от 4, они, по-моему, представляются экскурсии, по-моему, но больше, по-моему, 8 отель, что очень удобно. Мы пользовались этим тоже неоднократно, когда летали через Стамбул. То есть вы прилетаете в Стамбул, подходите там к стоечке, где отели представляются пассажирам авиакомпании. Это все бесплатно. Вам представляется трансфер, автобус отвозит вас в отель. Ну, там можно даже еще попытаться выбрать отель себе там из тех отелей, которые представляет авиакомпания. Мы в городе, в центре селились, поближе ко всем достопримечательностям, к Святой Софии, там Голубой мечети и так далее, и так далее. Очень-очень удобно, очень интересно и очень хорошо. День не пропадает. Вас поселили, вы прилетели, допустим, в 6 утра из Ростова, там, ну, час приезд в этот отель, отдохнули там позавтрак, визатор включен, как правило. Подремали, может, какое-то время и пошли гулять по городу. Весь день погуляли, под вечер и опять пришли поужинали, отдохнули, и за вами приехал трансфер и повез вас обратно в аэропорт. В общем, очень даже неплохо. Но теряется один день, конечно. Вот если мы летим на Занзибар, нам жалко, конечно, один день пляжного отдыха терять. Я для чего общий этот сканер и все вот эти авиасейлы использую? Не для того, чтобы здесь билеты покупать. Хотя бывает, что у них здесь бывают даже дешевле, чем на сайте авиакомпании. Но редко такое бывает. Я использую для того, чтобы посмотреть, какие авиакомпании выполняют перелеты в ту страну или тот город, куда я лечу. Вот в данном случае летит туда Turkish Airlines, Flight Dubai с Москвы летает, Катарь летает с Москвы опять же. Опять Катарь. Ну и все. И в принципе, все, что туда летает на Занзибар, это уже этим исчерпывается с нашей страны. И после этого я смотрю, какие авиакомпании выполняют полеты из нашего города. Катарь от нас не летают с Ростова, к примеру. А вот Flight Dubai летает. Так же, как и турки. Но это можно узнать где? Это можно узнать на таком сайте, который называется aviacompania.info. Очень хороший сайт. Здесь представлены практически все крупнейшие авиакомпании. Вы здесь выбираете нужную вам страну. В данном случае выбираю Эмираты. Называю применить. Почему Эмираты? Потому что из Дубая выполняются полеты в Занзибар в основном. Я посмотрел, но их нет. А в Дубае что летает и что из Дубая летает, можно посмотреть вот здесь, на этом сайте, выбрав ОАЭ. Ихняя авиакомпания имеется в виду. Некоторые и другие авиакомпании туда летают, такие как наш Аэрофлот, и так далее, и так далее. Но меня это неинтересно. В данном случае меня интересует FlyDubai. Почему? Потому что он летает из Ростова. Через Дубай я могу попасть на Занзибар. То есть есть рейс с Дубая на Занзибар. И естественно с Ростова есть тоже FlyDubai. Поэтому я выбираю FlyDubai на этом сайте. Вот здесь ссылка есть прямо на их сайт. Переходим туда, вбиваем нужный нам аэропорт Ростова-на-Доно, куда мы улетаем. И летим мы, к примеру, Занзибар. Дату мы выбираем, опять же, возьмем 20, какую я там брал, 10, да? И через две недели назад, 24. Ну, пассажир один будем для того, чтобы посмотреть цену на одного человека и посмотреть просто рейс. Когда буду покупать, уже, конечно, буду водить столько, сколько мне надо. Там на супругу, на друзей и так далее. Нажимаем найти и смотрим, что он нам предлагает. А предлагает он нам, видите, 10-го, оказывается, не было рейса. Поэтому они давали с Москвы, нам напрямую не давали. Выбираем 12 декабря туда 17 тысяч и назад у нас получается 24 декабря. Совпало, да? Вот туда 17, назад 20 тысяч стоит. Выбираем самый дешевый тариф, конечно. Зачем нам бизнес-класс, когда тут лететь всего 2 часа с половиной. Можно и в простом кресле посидеть. Нажимаем. Причем этот тариф у них хоть и бесплатный, хоть это лоу-кост, как бы, fly-д-бай. Однако они, билет у них идет с ручной кладью 7 килограмм в 20 килограмм багажа, что немаловажно. Ну и обратный рейс выбираем за 2570. Такой же же тариф, но чуть дороже. И в итоге у нас получается, смотрите, 37,961 рубль. А скайсканер нам находил, самый дешевый турками, 46. То есть разница практически в 9 рублей, да? Что тоже немаленькая сумма, а очень даже прилично. Это несколько дней проживания в отеле. Далее, с рейсом мы определились. Переходим к выбору отеля. Но для того, чтобы выбрать отель, нам надо знать все-таки, где, в каком месте лучше всего его выбрать, правильно? Потому что остров как бы большой, ну или та страна, когда вы летите, большая. И, допустим, побережье большое. И можно прилететь на какой-нибудь замечательный пятизвездочный отель. А пляжа там фактически не будет. Вы как на юг Занзибара попадете, там отели пятизвездочные. И у них чуть ли не все включено. А моря как такового нет. То есть, либо по колено, либо все в кораллах. И идти надо километр, чтобы искупаться. Нам это не нужно. Поэтому мы выбираем лучший пляж. Ищет нам, опять же, через любой поисковик. Находим статейки, читаем. Здесь описаний очень много всяких разных советов и так далее. Ну вот мы нашли, допустим, что на самом севере пляж Шнугви. Один из лучших пляжей на Занзибаре. И туда, там стоит, в том районе выбирать отель. Переходим к выбору отеля. Да, но опять же, надо еще посмотреть помимо пляжа. Там необходимо, чтобы была какая-то инфраструктура. Какой-то, так сказать, магазинчики, где можно покушать. Где можно что-то купить и так далее. Поэтому это тоже важно. И мы это смотрим. Далее, значит, выбираем отель. Используя эти данные, да, что мы знаем уже, где хорошие, нехорошие пляжи, где плохие пляжи. Здесь тоже вбиваем, значит, Занзибар. 12 декабря, назад, 24-го найти. И вот он по находит нам тут кучу отелей с разными оценками, с разными отзывами. И начинаем кропотливую работу, читая все отзывы и рассматривая все отели. И смотря на карте, здесь все время карты, кстати, представлены. Можно посмотреть вот на карте и показать, да, где находится данный отель, в каком месте и как далеко от него там магазин или еще что-то. В общем, все удобно. И те условия, которые не представляют. Я обычно нахожу на, допустим, на Booking.com, пользуюсь Booking.com, либо Agoda. Два сайта, которые я вот в последнее время использую. Agoda мне нравится чем? Что заказав здесь, вы получаете баллы, которые потом можно потратить опять же на покупку отеля в следующую свою поездку. Они за каждую поездку насчисляют там какое-то количество баллов в долларах причем. У меня так получалось, что я два раза съездил в этом году, допустим, на следующий год я поехал. У меня получилось там три ночи бесплатно в Испании, где-то там, уже не помню, куда мы катались. Очень, очень интересно, приятно. Ну, Booking тоже дает. Он назначает вот это, у нас есть Genius привилегии. И по этим привилегиям тоже там всякие у них есть скидки свои интересные. Ну, в общем, ищем мы на Booking, ну, конечно, цены на 272, это за 12 ночей многовато. Завтрак включен. Вот, 44, приятно. Можно что-то почитать, что оно. И неплохой балл, 8 и 1 балл отзывов из 10. То есть это очень хорошее, хорошее. Допустим, вот здесь цена 58, а отзывов 6 и 7, что как бы маловато, да? Ну, и так вот работаем с этим делом. Это не очень быстро, но это интересно, привлекательно. Это почитать про отели, почитать отзывы других туристов, которые путешествовали здесь, что они там испытали, как, где и как. Найдя, значит, допустим, на Booking, я перехожу на Агоду. Здесь тоже этот же отель, допустим, нахожу, который нашел на Booking. Смотрю, сравниваю, где дешевле, естественно, там и беру. И читаю здесь отзывы, потому что отзывы могут разниться, что там и там. Все, значит, решив, разобравшись с отелем, что еще необходимо. Необходимо, значит, нам еще раз полазить по форумам, по поисковикам и почитать, как транспорт ездит. Как нам добраться, допустим, до этого отеля. Хорошо, если отель предлагает трансфер. Это замечательно, если он бесплатный. На многих сайтах можно нажать, у них там трансфер представляется, но они не пишут, что он платный. Поэтому надо, когда закажете отель, надо будет писать, можно через Booking, к вам оба же, можно через Агоду послать запрос о том, бесплатный трансфер или платный. Они вам обязаны ответить. Вот, если платный трансфер, то надо посмотреть. А не дешевле будет самим доехать, допустим, на такси от того же аэропорта. Потому что во многих странах очень хорошо это развито. Такси и цены не очень дорогие. А если два авгокомпании едете, можно минивэн заказать на, допустим, шесть там человек. То там вообще получится дешевле, чем на такси. Вот. Ну, опять же, как это все делается. В поисковике опять пишем. Транспорт, допустим, на Занзибаре. И читаем, да, вот статья, к примеру, какой-нибудь один сайтик он скинул вам. Пожалуйста, транспорт на Занзибаре, как перемещаться в 2018 году. И тут все, и аренда машины, и велосипеды, и автобусы, и маршрутки. И все это описывается. Далее еще, что важно. Важно еще, конечно, узнать, какая связь. Также вбиваете в поисковике, допустим, мобильные интернет-связи на Занзибаре. И читаете, какие операторы купить, каких синьки лучше купить, какие не купить. И где, в каких частях острова лучше ловит, или хуже ловит. Все, с этим определились. Вот, ну, естественно, все это на дело, конечно, не в последний день, когда вы собрались ехать. Завтра, а сегодня это все оформляете. Я, как правило, начинаю планировать путешествия, ну, месяца за 4-5. Потому что пока все пересмотришь, перечитаешь. Несколько раз бывает, выберешь сюжет, а потом через месяц все-таки определись, возьмешь какой-нибудь другой отель, там, или вообще, даже другую страну бывает, выбираешь под конец. Вот, ну, неважно. Это все интересно и увлекательно. Еще раз повторюсь. Но на этом не заканчиваем. Почему? Потому что надо мониторить будет вам, как билеты, вот вы на сайте, да, посмотрели, вообще не купили, так и на сайтах, где предоставляются отели. Ну, с сайтами представляются отели попроще, потому что сейчас, допустим, на той же Агоде можно заказать отель, к примеру, да, у них вот есть такое, бронируйтесь сегодня, оплатите там за неделю до заезда, или за две недели до заезда. То есть вы можете за полгода забронировать понравившийся вам отель, вот, и я иногда бронирую по нескольку отелей, а потом от каких-то отказываюсь. Потом прочитаю там отзывы, нахожу еще какой-то, или, может, еще более интересное я нахожу, а потом отказываюсь от этих. Потому что отмена бесплатная. Но это надо, опять же, надо читать обязательно при заказе, чтобы не нажали случайно заказать билет, а там оказывается, что отмена платная. Это не есть Агода. С этим понятно, да? И то же самое с билетами на самолеты. Их надо периодически тоже проглядывать, потому что цены меняются, ну, здорово меняются. Может быть, сегодня цена там 37 тысяч, через две недели смотрите, она уже там 47, а еще через две недели смотрите, она опять там уже 30, стало еще меньше. То есть плавают цены, но рекомендация не позже, чем за два месяца, все-таки надо определиться и уже все покупать. Ну, кроме отеля, если он у вас, вернее, отель тоже должен быть забронирован, но оплата у вас, допустим, производится или на месте, либо за неделю или за две недели до заезда. Поэтому все-таки, а билет обязательно уже надо за месяца-два купить. Все, с этим, значит, определились, и остается что? Остается страховка. Сейчас с этим проблем нету. Можно на онлайн застраховаться, на любых, ну, нарез со страхования, я вам сейчас просто показываю примеры страхования путешествий, на Сбербанк страхования, пожалуйста, выбирайте это или Альфа страхования, и все эти полисы можно прям на e-mail себе получить, распечатать и с ними ехать, все работает. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Желаю вам приятных, интересных, увлекательных путешествий. Всего хорошего.